А я знаю его. Если скажу, что не знаю его, то буду подобным он жец. Но я знаю его и соблюдаю слово его. Евангелие от Иоанна, 8 глава, с 56 по 59 стих. Авраам, отец ваш, рад был увидеть день мой, и увидел, и возрадовался. На это сказали ему иудеи. Тебе нет еще пятьдесяти лет, и ты видел Авраама? Иисус сказал им, истина, истина, говорю вам. Прежде нежели был Авраам, я есть. Тогда взяли камень, чтобы бросить на него. Но Иисус скрылся и вышел из храма, прошедший посреди них, и пошел далее. Толкование. Днем называет крест, ибо его прообразовал Авраам в принесении Саака и в заклании Овна. Как тот нес дрова, так Господь нес крест. И как Исаак был оставлен, а заколот Овен, так он, как Бог, прибыл вне страдания, а пострадал к человечеству и плотью. Провидя сей день креста, как день всемирного спасения, Авраам возрадовался. Показывает и то, что он добровольно идет на страдания, так и хвалит того, кто радовался кресте. Ибо через него спасение вселенной. Иудеи, не в силах будучи возвыситься до смысла слов его, вместо того, чтобы спросить и узнать, о каком он говорит дне, который видел Авраам, еще более осмеивает его, будто бы он говорит что-то безрассудное. Тебе, говорят, нет еще 50 лет, и ты видел Авраама? Сказали так, думая, что Господу близ 50 лет, тогда как ему было около 33 лет. Отчего не сказали они? Тебе нет еще 40 лет, но 50. Об этом излишне бы и спрашивать. Может быть, они упомянули о 50 годах без определенной мысли. Однако же некоторые говорят, что они так сказали потому, что у них особенно чтился 50-й год, то есть юбилейный год, в который рабов отпускали на свободу. Покупщики уступали свои приобретения и делали все иное, что относилось к чести. Что же Господь говорит? Прежде нежели был Авраам, я езнь. Смотри, не сказал прежде, нежели было Авраам, но я был, но я езнь. Ибо это изречение есть свойственное Богу, потому что означает бытие непрерывное и всегдашнее. Так и Отец его в Ветхом Завете выразился о себе. Я езнь сынь. Исход 3 глава 14 стих. Об Аврааме, как тленном, прилично сказал, был. Ибо что получило бытие, то и разрушается. А слово есть указывает на свободу от всякого тления и на божественную вечность. Посему это изречение, как прилично одному только Богу, приняли за хулу и взяли каменья на него. Но он опять со смирением скрывается, чтобы не умереть прежде определенного для его смерти времени. Как же скрывается? Он не спрятался в угол храма, не убег в домик, не прислонился к стене или за стол. Но божественную властью сам себя сделал невидимым для наветников, хотя вышел и посреди них. И пошел далее. То есть пошел так просто до некоторого времени. А они бросают каменья в него. Посему-то он и оставляет их, как уже не способных к исправлению. Заметь, что каменья бросают те, о которых евангелист сказал, что они уверовали в него. Значит, верой была не вера, но какое-то превременное и холодное расположение к речам Христовым. Все. Слава Христу! Так, встаньте, пусть она стоит, у тебя не может залезть. Отойди в сторонку. Все, она сейчас пойдет туда, к матери. Интересно, как вот с утра, во-первых, мацион делает, облизывается, потом бегает, гимнастику делает, переворачивается всякое. Все. А та проверяет везде, нет ли гемышиного следа. Вот теперь на планшете посидит, хорошо, гладенько. А эта сидит мало, маленькая колонна, но всему учится, перенимает. Все. Ну, слава Божию! Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok